всем привет дорогие друзья дорогие подписчики сегодня я буду готовить суп рассольник у меня уже сварен бульон сразу я приведу его в порядок я его хочу процедить у меня в бульоне варилась индюшинная шея варилась она достаточно долго но часа три это точно я ее достаю и хочу так как я у меня образовалась пинка и вовремя не не успела ее собрать поэтому там плавает такой вот беда поэтому я бульончик процеживаю аккуратно потому что он горячий но варить я буду в той кастрюле которая больше сейчас сразу сполоснул сполоснула обратно возвращаю бульон и ставлю на плиту пускай закипает мясо остывает мы разберем немножко попозже так ну естественно картофель огурцы это могут быть и квашеные маринованные малосольные какие угодно перловка значит перловку я всегда отвариваю заранее она у меня как бы доведена до полу готовности я ее буду кидать вместе с картошкой почему делаю так потому что мне так удобней суп получается прозрачный отдельно себе сварила до полу готовности и все лук морковка для зажарки подсолнечное масло соль перец ну и терка так пока закипает займемся картошкой воду я сливаю зарезаю картошку кубиком нарезали затем постепенно выгодавливаем все продукты на трем огурцы на терке значит я смотрю многие варят рассольник нарезая огурцы просто кубиком на досточки но я привыкла чтобы они были супе помельче поэтому меня вполне устраивает ну вот привыкла как меня устраивает на крупную терку я натираю огурцы и так огурцы натерты далее занимаемся подготавливаем для зажарки овощи лук режем кубиком морковку трем на крупной терке можно на мелкой как кому удобнее и так все продукты мы уже приготовили мясо немножко остыло займемся отделением от косточек здесь все очень просто косточки чувствуется пальцами аккуратненько отделяем вот и все мясо разобрали получилось достаточно много для кастрюли супа достаточно очень дешево и добавляем порезанный картофель как только картофель закипит мы туда же отправляем перловку смотрите если у вас бульончик а вышла в итоге маловато можно долить воды немножко все ждем закипания картофель закипел добавляем крупу как только закипит я сразу добавляю потертые огурцы не можно включить на другой плитке сковородку пускай нагревается все время нагрелась сковородка добавляю подсолнечное масло и обжарим лук с морковкой до золотистого цвета так дежаночка готова высыпаем кастрюлю сюда же отправляем наше мясо перемешиваем добавим черный перец добавляю зелень у меня замороженный укроп немножко все и пускай варится до готовности картошки и осталось буквально минут десять и будет готов суп и все друзья супчик готов такой вот он получился наваристый красивый насыпаем в тарелочку показываю поближе вот такой вот он красивый яркий прозрачный довольно таки получился подаю я со сметаной ну это на любителям это может быть майонез у меня сегодня сметана кому понравилось мое видео ставьте лайки заходите на канал конечно же подписывайтесь ждите новых видео всего доброго приятного аппетита пока пока Пока.